Ким Брейдбург Как слезы капли дождевые Светились на лице твоем А я еще не знал, какие Безумства мы переживем Я голос твой далекий слышу Друг другу нам нельзя помочь И дождь всю ночь стучит о крышу Как и тогда стучал всю ночь Дождь, ночной дождь Здравствуйте, Ким Александрович! Очень рада снова вас видеть в нашей студии Хочется поговорить о вашем творчестве Когда вы все-таки поняли, что можете что-то создать Написать музыку? Музыке меня начали рано учить Ребенком еще в 5 лет Мама меня возила в соседний город Просто где жила учительница Которая учила меня фортепиано Я как-то с детства начал сочинять Что-то ковырять, какие-то песенки писать У вас у меня музыкальные? Да, у меня папа и мама артисты У меня в семье сложная история Потому что были репрессированы родители мои После войны Они освободились только в 55-м году И мама, и папа Одним словом, родители мои познакомились в лагере А что касается написания музыки Такие первые песни мои появились в школе Когда я уже учился Мы сделали первую школьную группу Ансамбль такой Я стал писать песни для своего ансамбля Это мне было где-то лет 16, наверное Я долгое время писал музыку для своей группы Потом появился диалог Я не писал для артистов эстрады Я писал только для своей группы У нас была какая-то своя концепция Которую мы развивали в своем творчестве А уже позже, когда диалог распался Это был 92-й год Нужно было что-то как-то дальше жить И дальше как-то действовать Меня всегда привлекала и студийная работа Но я как-то занялся вот сочинительством Стал писать песни для других Обычная история Прощай пока До скорого Натуральный гладиль На всю страну такой я один Лунная мелодия Это звезды лакали В какой-то момент я понял, что мне проще писать для других То есть то, что я хотел сказать Я, пожалуй, сказал в основном в то время В ту эпоху, когда существовал диалог А все, что я написал позже Это все-таки было написано специально И специально было написано для других людей Это посыл разные То есть эстрада Это одно рок-музыка и рок-группы Как некая сфера деятельности Это другое Здесь надо точно это все разделять Я это разделил для себя Я не могу сказать, что мои песни Какие-то там лучшие песни, которые я написал Что они не искренние Они тоже искренние Но они написаны просто для других людей Ну, то есть мне пришлось вживаться в некую роль То есть мне приходилось просто как бы Принимать на себя Некую ментальность Просто тех людей, для которых я писал музыку Понимая, что, например Написать песню для Баскова Это не одно и то же, например Для Бориса Моисеева Да, что написать там для Бори Моисеева Или для Филиппа Потому что они разные Все равно люди Все у них разные Разные характеры Разный взгляд на творчество Ну, по крайней мере, на свое творчество Да, то есть они же разные Вот, и поэтому, конечно, так приходилось Как-то учитывать Личность того, кто это будет исполнять Необыкновенная Ты понять это должен Но помешь это поздно Одинокое сердце Остывает быстрей Остывает быстрей Кем Александрович Кем Александрович, а вы к себе критичны Оглядываясь назад Есть какие-то ошибки За которые вам, ну, может быть, стыдно Или что-то хотелось исправить Да нет, я, в принципе, так Я стараюсь себя вести аккуратно По жизни Чтобы действительно не было стыдно потом Но я хочу сказать Что я вообще не очень люблю Оглядываться назад Я очень редко слушаю Свои какие-то старые песни Ну, то есть практически Я их не слушаю Если честно быть Вот, в том числе и диалог Очень редко слушаю Хотя бывает иногда Там, что по каким-то поводам То есть нужно что-то там вспомнить Или как это было И так далее Я по жизни как-то привык Не оглядываться назад Ну, то есть что сделано То сделано Значит, надо идти двигаться дальше Потому что, на мой взгляд В движении как раз и жизнь заключается И то есть пока ты двигаешься Ты чувствуешь, что ты как-то в действии В жизни, в русле, в тонусе В определенном И я очень не люблю Когда, знаете, люди оглядываются назад Вспоминают о своих заслугах Говорят, а вот, помнишь Там, как в 1913 году У нас какие были результаты Вот, и мы какие добивались успехов Ну, просто надо понимать Что вообще шоу-бизнес Да, собственно говоря, и театральный бизнес Если можно так выразиться Искусство Оно такое скоротечное очень И никаких тут таких вот авторитетов Вот, чтобы они Как вам сказать Чтобы они держались вечно Ну, то есть люди могут помнить Какие-то имена Но и в актерской среде так же То есть, но если люди не снимаются В кино больше Да, не играют в театре Старые заслуги На них долго не протянешь Просто не проживешь То есть, нужно всеми подкреплять Свой какой-то статус Да, какими-то новыми произведениями Новыми успехами Я стараюсь смотреть Как бы, либо я живу сегодня Вот, просто сегодняшней ситуации С таким прикидом Может быть, там не в послезавтра А просто в завтра То есть, я не загадываю Наперед, слишком далеко Я стараюсь так, как бы Держаться сегодняшнего И, в лучшем случае, завтрашнего Расскажите, как вы вообще Пришли к мюзиклам? Вот, писали песни А потом такие глобальные произведения Которые ставятся уже на сцене С костюмами, зрелищностью Здесь предыстория Потому что, когда группа «Диалог» существовала Вообще, вот, тяга к каким-то крупным формам В том числе и к театрализации своих шоу Она была у меня всегда Мои родители тоже были связаны Отчасти с музыкальным театром Мама работала в оперете Пела, танцевала Вот, отец был музыкантом Мама в большей степени Вот, как актриса работала Может быть, от этого Может, от того, что я в детстве Увидел все время фотографии Какие-то там театралии Слышал рассказы о театре И как-то это Для меня это было естественно А в времена, когда у меня была группа Те люди, которые, ну, моего поколения Которые ходили на наши концерты Здесь, в Оренбурге, они тоже, уверен, есть Вот, они помнят, что все это было Серьезным образом По тем временам, по крайней мере, обставлено Это было очень органичное шоу Такое, где музыка, свет Всякие эффекты, световые, лазеры В то время вообще была новинка Это одни из первых мы стали применять Лазерные всякие чудеса Это все сочеталось Некое такое театрализованное шоу Собственно говоря Это был не просто концерт Это была вот какая-то вот такая мистерия Вот, и поэтому у меня Совершенно нормальный был переход То есть я в какой-то момент понял Что песни сочинять Как-то мне стало тесно В этом пространстве песенам Я решил, что, может быть, мне стоит Все-таки обратить свои творческие устремления В сторону музыкального театра Вот, и первый мюзикл, который я написал Ну, который я завершил Потому что он писался очень долго Потому что я еще все-таки занимался В это время артистами, шоу-бизнесом Всем Вот, это была «Голубая камея» как раз Сердце пущено в любовь И тогда, повека, прежде Новый день подарит вновь Новый веру и надежду Пусть руками молоде Небо вешатся в их наши И луч света в темноте Нам не снял с тобой однажды Мне кажется, что это действительно удачный Хороший получился мюзикл В том смысле, что в нем есть Сочетание необходимых компонентов Всех для успешного мюзикла Хотя я двигался на ощупь В то время не так хорошо знал этот жанр Но самое главное, что есть какая-то в этом искренность, динамика Романтические какие-то отношения между героями Какая-то драма, да И хэппи-энд, что немаловажно для мюзикла Потому что это все-таки такое хорошее качество мюзикла Когда он хорошо заканчивается, на мой взгляд То есть, ну как-то это людям дает лишний повод Для надежды и для хорошего настроения Ну вот, и эта удача Этот первый мюзикл успешный Он как-то меня дальше спровоцировал Просто на сочинение остального всего То, что появилось позже Это и Дубровский, и многие другие названия На сегодняшний день их где-то уже там около десяти С неба ангела спела Незаметно прилетела Всем же нежная пошла А ваш глаза не согрела Часом с ночи не судьбой Позже Позже Незаметно прилетела Вот это связано все-таки с какими-то историческими сюжетами Или есть дистанция, да, временная Потому что это позволяет сделать спектакль многослойным Потому что, к сожалению, когда говорим о современности То изображение как бы у нас становится плоским Потому что мы сами в этой современности живем И какие-то коллизии, которые, да, вот мы в жизни наблюдаем Они для нас, в общем, выглядят как-то В них нет глубины Философичности в них мало Должна быть некая дистанция Просто, чтобы посмотреть на события издалека Тогда мы понимаем, то есть позитивно оно или отрицательно Или как вообще оно, как оно работает Вот, и в этом смысле вот эти костюмированные шоу, большие Плюс какие-то либо исторические персоны, да, которые действовали реально, да, в истории Вот, либо литературные сюжеты Они позволяют просто сделать спектакль Потому что все-таки музыкальный театр – это очень условный такой театр В жизни же люди не поют Ну, я имею в виду, в жизни, общаясь, не поют Вот, а здесь герой вдруг выходит, начинает петь Там о себе, например, или монолог какой-то, да, у него такой именно вокальный, музыкальный Это для жизни не характерно И для того, чтобы просто получить какую-то многомерную картину мира Вот в этом спектакле Ну, вот мне проще, то есть, чтобы все-таки он имел какую-то историческую перспективу Я имею в виду, чтобы мы смотрели на него с какой-то дистанцией временной Просто тогда появляется какая-то, в общем, дополнительный объем Дополнительная глубина у сюжета Ким Александрович, вы открыли столько звезд на нашей эстраде Расскажите, чем должен обладать артист, чтобы вас зацепить? Главное, чтобы он не меня цеплял Он, в принципе, должен скорее зацепить публику Я вообще считаю, что случайного ничего не бывает Вот Ну, я с возрастом стал это понимать Потому что у меня сначала были, может быть, более радикальные представления какие-то Я к чему-то относился скептически, мог критиковать и так далее Того или иного популярного артиста Я потом понял просто, что если человек становится популярным Его любят люди, просто любят народ Значит, в каждом случае это бывает не случайно Значит, нужно искать ответ То есть, почему люди любят того или иного артиста Ну, просто так вот То есть, народ не обманешь То есть, там любые деньги, сколько бы кто не вкладывал собственные проекты и раскрутку Как бы там чего-то не раскручивал Но если люди не хотят тебя видеть, и ты им не интересен То любовь народа за деньги не купить Если в свое время, например, выбрали группу «Ласковый май» Например, люди, которые заполняли там стадионы Вот Мне, как профессиональному музыканту, казалось, что это, конечно, удивительно Наивно, слабо, там, не знаю, там, порой пошло и так далее Но люди выбрали это Люди выбрали это И я потом понял, что в чем дело просто То есть, дело было в искренности В искренности У нас вообще дефицит искренности сегодня Ну, и вчера он был Но сегодня как-то особенно это слышно То есть, очень мало высказываний Я имею в виду музыкантов, людей, певцов Очень мало высказываний По-настоящему таких, как вам сказать, идущих от сердца А вот искренних То есть, сделанных не с коммерческой какой-то целью Да, там, заработать денег А просто человек высказался искренне А людям это понравилось И люди готовы покупать, да Какие-то там треки, я не знаю, там, диски Платить деньги за билеты Приходить на этого артиста Смотреть его в концертах и так далее Сейчас столько проектов на телевидении Которые помогают раскрыться вот талантом На ваш взгляд, чтобы быть знаменитым То есть, достаточно победить? Я думаю, что недостаточно И надо понимать, что есть разница Между телевизионными проектами и реальной жизнью Телевизионного проекта задача другая Телевизионный проект работает на собственный рейтинг И важно редакторам и продюсерам телевидения Создать такое шоу на телевидении Которое было бы людям интересно То есть, задачи разные А, ну, хорошо То есть, артиста, например, выпустили с песней Шаланды Полные кефали, например Он должен спеть это в телевизионном шоу, да? Но у самого артиста может месседж быть внутренний Совершенно другой Он может быть серьезный Потому что он вообще там нам пишет музыку на стихи Пастернака Понимаете? Или Миттерлинка Или там не знаю кого И поэтому Это есть разница То есть, он осуществляет в шоу Просто определенную функцию Поет то, что ему скажут, например, да? Но это опять будет неискренне получается Да, это неискренне Это просто другой вид деятельности Просто участие в шоу – это участие в шоу А свой проект и осуществление собственного какого-то посыла Творческого Совсем другое И вот здесь поэтому Так часто бывает, что когда проект заканчивается То есть, люди пропадают Ну, то есть, все То есть, вот он был Вот уже еще немножко там пошумело Еще минут 15 после окончания программы И все затихло, и человек пропал То есть, больше нет его А если у человека есть концепция какая-то, да? Художественная То он обычно как-то все-таки Этот проект, наоборот, ему может помочь Как-то его немножко там популяризировать Хоть лицо мы увидели, например, человека А продюсер помогает, ведь намец Вот он увидел, ему понравился человек Он хочет его раскручивать Ну, сейчас вообще Это отдельная вообще тема для разговора Продюсер, артист Как все это выглядит сегодня вот в России Вот, но Что греха таит? Я думаю, что большей частью Все-таки какие-то продюсерские компании Или отдельные продюсеры Они пытаются лоббировать Некие проекты просто на телевидении Потому что сегодня без того, чтобы пройти Какую-нибудь фабрику или голос Или что-нибудь еще Вот в этом духе Очень трудно вообще того или иного артиста Ну, подать публике Как говорят продюсеры Сами раскрутить Да, то есть сделать Какую-то рекламную кампанию Вокруг него, чтобы его люди узнали Вот, сегодня это очень трудно Потому что федеральные каналы Каналы, которые смотрят все Вот во всей стране Таких отдельных программ Которые бы музыку просто крутили Там нет Там есть шоу именно А на шоу И посмотри выше Называется На шоу ты должен делать Не то, что ты хочешь А то, что тебе скажут В этом есть Вот такая вот Правда жизни Ким Александрович, спасибо вам огромное За нашу интересную беседу Ждем вас в нашей студии Надеюсь, очень скоро уже До встречи Всем самого доброго Спасибо Спасибо Всегда рад Субтитры сделал DimaTorzok